Мне хотелось бы, конечно, подольше посидеть в относительно спокойной обстановке. Но, к сожалению, кто кроме нас? Если мы не будем действовать прямо и жестко, то мы можем тяжко пострадать, а потом еще и получить мировую войну. Это ведь война за предотвращение большой мировой войны, и мы должны об этом прямо говорить. Ну и просто нужно прямо говорить обществу, что, друзья мои, мир разваливается, что неизбежно, если мы не будем действовать решительно и прямо, неизбежна третья мировая война. И что наша задача спасти наше отечество и спасти мир, как мы уже спасаем мир от западного ига, подрубая основы западного господства, которые 500 лет зиждались на его военном превосходстве. Нужна новая идея России. Мы пока еще колеблемся, не испугаем ли мы общество, сказав ему правду. Я думаю, что ему нужно начинать говорить правду, что мы находимся в ситуации мирового землетрясения, что нам брошен экзенциальный вызов, на который мы запозданием немножечко ответили. И что если мы не будем действовать прямо и жестко, то мы можем тяжко пострадать, а потом еще и получить мировую войну, всеобщее уничтожение. То есть не только унижение, но и разгром. Если суммировать все эти слова, то я бы это назвал так. Операция по спасению жопы Владимира Путина. Ну и яиц, конечно. Раз мы с них начали, то куда их девать. Хотя в части Владимира Путина можно и отделить эти два предмета. По факту они как раз говорят о том, что, блин, мы начали войну с Западом и теперь непонятно, что с этим делать. Нас не боятся, нашу ядерную бомбу тоже не боятся. Хотя понятно, что западные лидеры, военные, они об этом никогда не забывают. Во многом именно с этим связана дозированная поставка в Украину оружия и боеприпасов. Ну, я имею в виду о таких вот системах, которых у нас еще нет. Ну, будут. Российские нацисты убедят в этом всех. Вы сделали подход к весу. В статье вы затронули тему предназначения русского народа и вот этого главного подхода. Что есть русская идея? Ну, это довольно для меня легко сформулировать. Ну, во-первых, русский народ – это народ богоизбранный. Во-первых, наша задача – это улучшение самих себя и задачи государства и общества. Это улучшение русского человека, русского русского, русского башкира, русского чеченца, русского якута. Улучшение его жизни. Можно еще много сказать, что да, русский человек – это, конечно, человек воин и защитник. Чисто убермэнши. Нацистская идеология. Без каких-либо примесей. На практике этот нацизм они реализуют в терроре против Украины. Наверняка многие из вас видели, как четыре бомбы падают по нашим элеваторам в Херсонской области на береге, на берегу Днепра. Это такое жуткое зрелище. Ведь тем самым они говорят, что мы русские и мы только по этому факту, по этому признаку имеем право убивать других людей. Это жутко звучит, но это так. Есть и хорошая новость. Не только у них есть такие бомбы и ракеты. Мы земля самых прекрасных, но и мужественных женщин. И земля очень сильных мужчин, которые готовы защищать стариков. И, наконец, у нас есть действительно всемирно-историческая задача, без которой мы, во-первых, вообще жить не можем. Кстати говоря, без такой задачи великие страны не выживают. Это, как это значит, совершенно очевидно, это освободить мир от гегемонизма любого, чем мы занимаемся, достаточно эффективно подрубая военные основы западного иго. Они все-таки ненормальные. Обычно сначала формируют цель войны, задачи, планы и так далее, а потом начинают эту войну. Но здесь немножечко наоборот. Ну, нацисты российские, и логика у них российская. Значит, мы должны подрубить гегемонию Запада. Блин. Ну, вот это вот как раз та ситуация, когда можно смело и твердо сказать, что Запад воевать еще не начинал. Очень жалко, что так получилось. Вот здесь-то, так сказать, самое главное, почему они вдруг начали извиняться, но на самом деле не извиняются. Потому что искреннее извинение выглядело бы так. Вот, так сказать, вы, извините, вы и русские, все жертвы нацизма, но он же, хоть и премьер-министр Канады, но мы же не подозреваем его в том, что он не знает, что Советский Союз воевал, что там были потери. Все-таки... Я уже ни в чем не уверена. Это политическое лукавство и политическая подлость. Почему он не называет русских? Потому что, если назовешь русских среди евреев, цыган, поляков, жертв нацизма, то получается, что русские имеют некое моральное право бороться с нацизмом. Потому что они тогда боролись, так вроде и сейчас они борются. А, не дай бог, западные какие-нибудь обыватели, которые вдруг вообще ничего не знают, полезут и посмотрят. Боже ж ты мой! 27 миллионов человек погибло. Так это получается, что русские не только имеют моральное право, да они просто обязаны бороться с нацизмом. Потому что столько крови было пролито нацистскими преступниками. И в этот момент разрушается та политическая конструкция, которую они сегодня выстраивают. Что те, кто пострадал тогда от нацизмов, это все кроме русских. Потому что они сегодня пытаются нацистов лепить из нас, из русских. Это вот первая проблема, которая у них получилась. И вторая проблема тут же из этого была озвучена одним из комментаторов, которого вы привели. Он говорит, самое страшное, что Зеленский стоит, аплодирует престарелому эсэсовцу, все это в одном кадре, и этот кадр на столе у Путина и в русском телевизоре. Вот в чем ужас-то. Потому что логика тогда выстраивается вообще конечная и понятная. Русские жертвы нацизма, они знают, что такое нацизм. Исходя из того, что они пережили, сколько крови пролили, они не просто могут, они обязаны бороться с нацизмом. А в Киеве сегодня какой режим? Так вот, вот какой режим. Престарелый эсэсовец, нынешний президент, и не важно, что он этнический еврей. Обратите внимание, что здесь они даже не стали об этом говорить. Все понятно, объяснили всему миру, почему Россия проводит специальную военную операцию. Поэтому что делать? Значит, найти стрелочника спикера, дальше выходит Трюдо и говорит все, но не говорит о русских. Стараясь все это быстренько как-то замести куда-то под стол, чтобы вот вся эта неприглядная история, которая вылезла, не дала возможность дальше разложить и четко пояснить еще раз ту историческую проводу и даже обязанность России по демонтажу нынешнего киевского режима. Ну и несколько слов по поводу переименования того, что там в Эстонии заговорили, в Польше. Это не просто так. Это не мелкое желание уколоть русского медведя, сказав, что, значит, Калининград это не Кенигсберг. Они готовят, выращивают поколение людей, которые потом с удивлением на карте России должны просто найти, слушайте, а как это, вот Россия, русские названия, там другие названия, и вдруг Кенигсберг. Слушайте, непорядок, что же это такое? Вот какую логику они хотят заложить. Но здесь возникает вопрос, как нам на это реагировать? Ну, реагировать с пониманием того, что остановить мы это не можем. В ответ я бы предложил, конечно же, в наши учебники, в наши карты старые русские названия, имперские названия городов Литвы, Латвии, Эстонии. Обязательно напоминание каждому школьнику, чтобы большинство территорий Прибалтики было куплено Петром Первым по нештатскому миру. А вторая и третья часть Латвии были куплены, соответственно, русскими императорами дальше. То есть, как говорится, вот все документы есть. И русские названия. А вот, что касается Польши, здесь сложнее. Потому что, если мы начнем переименовывать польские города на нынешней карте Польши в немецкие, которые были, возникает вопрос, а мы что Германии-то подыгрывать собираемся? Она нам что, большой друг, что ли? У нас какие-то перспективы совместного сотрудничества? Нет, пусть Германия заслужит право появления немецких названий на польской нынешней карте в российской школе. Поэтому та территория Польши, которая когда-то была территорией Российской империи, там все просто, достаем карту дореволюционную, все, как называется, Варшава, Варшава и была. Вопросов не имеем. Ну, а что касается Прибалтики, я думаю, надо поступать именно так. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео.